Пенсию заработал. Надо немножко и для души. А душа постоянно тянется к творчеству. Кисть Борис Жуков может не выпускать из рук долгими часами. В голове крутится несколько сюжетов, которые хочется перенести на холст. Пейзажи, портреты, натюрморты. Жанр не главное. Важнее передать настроение, мысли, чувства, причем исключительно позитивные. Отсюда и выставки автор дал название «Формула позитива». Тут у нас в мире очень много всего такого плохого, нехорошего, негативного. Фильмы идут, убивают, грабят. Хотелось бы, чтобы этой выставкой показать что-то такое доброе, хорошее, спокойное. Среди работ Бориса Жукова и таинственная красота природы, и величественные виды города, и житейские сюжеты нередко юмористически окрашенные. Вот, например, автора позабавила, как кот пьет воду из ведра, или кролик спит в собачьей будке. Любовь и трепетное отношение к окружающему в каждой картине. Он интересный мастер, уже только потому, что относится к природе, к окружающим людям с огромной добротой и чувственностью. Вот его восхищение этим миром и людьми, которые его окружают, и востребовали именно его как художника. Позади долгие годы службы в армии, работы инженером по радиосвязи, а впереди у Бориса Жукова творчество и воплощение новых идей. Несмотря на солидный возраст, он как юный ученик, учится у признанных мастеров кисти. Работы Жукова сегодня пополняют коллекцию областного музея ИЗО и находят все больше почитателей. Анна Золотухина, Роман Боричев, Новости дня.